Ну, прежде всего, кто не знает, представлю главного тренера футбольного клуба «Покел» «Буханов» Валерий Васильевич. Ну, я думаю, что фамилию-то слышали все и раньше, а вот сейчас Иванович. Надеемся, что те добрые слова и отношения, которые остались с Ивановичем во время его бытности футболистом, они продумываются уже на том поприще, который сегодня Иванович занимает. Я уже узнал. Буквально несколько слов. Ну, прошедший сезон, все мы его понимаем, был скомкан достаточно сильно. Кто там, я, наверное, уже смысла нет. Я подсо старом белье, но, тем не менее, приняв на втором месте, на втором месте мы и остались. Я думаю, что то, что прошло в этот период, оно дало и мне, как президенту, определенную пищу для размышлений и для тех действий, которые, собственно говоря, мы сейчас делаем. Могу единственное сказать по старым делам то, что, как я обещал, проблем у Пагева не с финансированием, не со всем обеспечением и тем, что зависит от меня, собственно говоря, на 100% будет. Я надеюсь и, что в этом сезоне все вопросы, которые от меня зависят, они будут решаться оперативно быстро для того, чтобы мы не имели никаких негативных, маленьких и немаленьких последствий. Что сегодня? Сегодня команда под руководством Владимира Васильевича. Заявки сегодня у нас 20 человек. 20 человек. Из старой команды, которая была, осталось 3 человека. Это Лев, это Потерев и Семновский, Пагадаль. Практически те люди, которые наши ворудовались. Формировалась команда под ту задачу, которую, собственно говоря, при обсуждении с будущим главным тренером Владимира Васильевича встречались. Обсуждали тему, какую ставим задачу, какие под это есть условия и так далее, и так далее. И, собственно говоря, я официально озвучиваю, что Пакел в этом году обязан занять первое место и с первого места выйти на уровень ФНФ. Сразу скажу, может быть, будут вопросы, но тем не менее. В этом году была ситуация такая, что, в принципе, были главующие моменты в том, что мы со второго места могли выйти в ПНФ. Ну, многие там писали и по-разному писали, и Толстых, и Толстых. Я вам скажу, что Толстых очень хорошо поддерживал Пакел в Лиге. Собственно говоря, он был за то, чтобы было 20 команд. Но Лига проголосовала за 19. И на исполкоме, собственно говоря, решение это было поддерживать. Поэтому мы оставались одни, которые сделали подтверждение того, что мы готовы к рекламу. Для этого мы с губернатором Алексеем Васильевичем специально встречались и взвешивались и вопросы. И если бы такая возможность была юридическая, то и губернатор поддержал, и Владимир Владимирович уже готов был к тому, чтобы участвовать в первенстве в ПНФ. И более того, было практически два списка футболистов, которые готовились к ФНЛ, и которые, собственно говоря, сегодня уже находятся в клубе, которые готовы выполнять ту задачу, которую они сегодня стали. Еще раз повторяю, с первого места в ПНФ. Вот, собственно говоря, коротко то, о чем хотел сказать. Могу сказать, что все вопросы, которые обсудились и с новым главным тренером, в процессе подготовки, и те вопросы, которые возникали чисто рабочими, мы находили полчаса и с управлением по физкультуре, и с главным тренером. Потому что не просто все было, готовили когда команду, но, тем не менее, находили общий язык, и сегодня, собственно говоря, из тех 20 футболистов, которые сегодня заявлены, мы пока приостановили, но, может, на другие позиции еще, мы говорим, скажут об этом, а еще подбираем полузащитников, а дальше смотрим и, как бы, оставляем места для усиления тех или позиций, которые вдруг выяснится. Ну, я думаю, что специалист этого дела лучше расскажет. Мы встречались с Алексеем Васильевичем буквально на прошлом, два дня назад. Я ему тоже доложил от этого подготовки, который сегодня есть. Линия, ту, которую мы сегодня ведем, губернатором поддержана. И, собственно говоря, губернатор, по-моему, сегодня ждет тех же результатов, которые у вас были в будущих футболистах. Поэтому вот это решение, которое сегодня руководством Куба выбрано и направлено на достижение заявленного результата. Правительство Воронежской области будет поддержано. Повторюсь, что Евгений Михайлович абсолютно все вопросы обсудил. С губернатором проблемы с финансированием как из бюджетных Воронежской области, так и из небюджетных источников мы не видим, что какие-то проблемы возникнут. Ну, и, наверное, здесь хотелось бы пожелать сегодня клубу обрести себя в новом, не в вашем статусе, как главного тренера. Нам только остается пожелать удачи и успеха. Спасибо. Прежде всего, хотелось бы сказать одно, что рад снова быть на Воронежской земле. И та ностальгия, которую посещает с тех пор, когда я был здесь игроком, в общем-то, представляет только приятное впечатление. У нас здесь была вообще сильная команда, от игры которой, в общем, только сами футболисты, я думаю, что и тысячи-тысячи болельщиков получали удовольствие. И я вижу свою роль именно в том, понимая, какую игру липет Воронежский болельщик, именно свою роль понимая в том, чтобы вернуть эту игру, вернуть людей на трибуны, чтобы было интересно. И, значит, сколыхнуть таким образом, в общем-то, достаточно длительный срок такого, сказал бы, без времени, я не обсуждаю, не тренер, который работает. Просто так случилось на определенном историческом этапе. И думаю, что, по крайней мере, у меня хватит сил, желания и терпения для того, чтобы, в общем-то, идти к этой цели. Я думаю, что Воронеж заслужил и болельщиками, и, в общем-то, вообще положением в России хорошую команду. И перспектива сегодня стоит выйти, допустим, в первый же год по ПНЛ. Но у меня в душе теплится надежда, что на этом все не остановится. И здесь команда пойдет дальше и по уровню, значит, лиге и по качеству игр. Вот такой, как бы, ступить дошло. Ваши вопросы? Первая игра довольна? Нет, недоволен. Она практически у нас не получилась. Дело в том, что... Ну, перечислять ее опять, да, сначала, что 17-го я приехал сюда, чтобы посмотреть тот состав, который был, способный решать задачи. В 23-го мы только собрали игроков, которые хотели бы увидеть команду на протяжении этого времени. Значит, постоянно кто-то проходил, кто-то уезжал. Ситуация достаточно сложная была. То есть нельзя было сконцентрироваться на том, чтобы готовить команду функционально. Дали направление тактическое. И под это вот, значит, видение игры и подбирали игроков. И если мне память не изменяет, что Непулин, последний, который мы взяли из чемпионского состава ЦСКА, молодой парень, поехал аж буквально только на разминку и следующий игрок. Поэтому, конечно, очень сильно сковывал футболистов давление, переживание за результат. Они хотели сыграть как можно надежнее, а получилось это совсем просто. Поэтому, конечно, первой игрой недовольны. Но ничего страшного, никто не паникует. Мы разобрали вчера все тщательно. Надеюсь, что вторая будет лучше. Владимир Васильевич, вам приходится создавать команду с нуля. Какой у вас опыт имеется в этом плане? До этого приходилось быть в такой ситуации, в которой просто команда формируется? Ну, я помню. Да, я понял ваш вопрос. Всю сознательную жизнь еще ни разу жизни не сдалась готовой команде. Практически постоянно она создавалась с нуля. Может быть, в какой-то степени первая моя работа в Нервникамске, когда после вышита туда пришел играющим тренером и второй круг стал главным. Там где-то было немножко проще, костяк был. Все остальное в Раменском при выходе в первую лигу. 10 лет в Казахстане приходилось строить буквально с нуля. Было 3, максимум 4 человека, которые оставались. Остальное все было наработано подбором, то есть занятиями и становлением команды. Из ничего она становилась достаточно серьезной силой. Временные рамки какие вы для себя определяете, когда уже результаты работы были? Ну, временные рамки я здесь не скрывал. И с президентом мы встречались, обговаривали. То, что, по своему опыту, мне нужно было пройти все сборы до 3 месяца, плюс 3-4 тура календарных игр, где команда уже имела полностью свое лицо и были на отлажной связи. Сегодня этого времени нет, но я сила, что это не хочу. В процессе дорабатывать, значит, качество игры и при этом, при этом, не пытаться не терять лишних очков. То есть не застрять где-то глубоко, может быть, какой-то будет по началу. Опять, мне бы хотелось, чтобы мы по результатам прошли более безболезненно. Качество будет дорабатываться с каждым матчем. У меня вопрос и к президенту, и к главному тренеру. Я так полагаю, что с тем соотталом, с которым Факл сейчас будет выступать в зоне «Центр», чтобы не выйти в ФНЛ, нужно какие-то усилия приложить. То есть оно, мне кажется, само все это катить и будет. Несмотря на то, что люди новые, но, в общем-то, люди из 2-й дивизиона, которые насадят новичок, люди, которые выиграли на приличии модели. В связи с этим, вот как подписываться к контракту, потому что если мы свою задачу решаем, то наверняка меня в ФНЛ команду придется обновлять, и еще будет какая-то ротация происходить. На самом деле я могу ответить, что никогда само по себе ничего не решается. И какие бы ни были специалисты, футболисты, ну, в любую сферу взять, они могут быть совершенно замечательными футболистами в одной команде. Но не попасть в команду в другую, это тоже надо понимать. Поэтому роль главного тренера здесь и заключается в том, чтобы из того состава сделать боевитую команду, которая создается сегодня под задачу. Второй вопрос, который вы задали, это по контракту. В основном контракты все заключены на два года. В основном. За исключением тех, кто у нас в аренде. В аренде у нас сегодня недели. Планируем еще, может, левый защитник, да? Ну, да, там несколько человек. Вот, но это на год. Это на год. Но все эти вопросы сегодня обговариваются, решаются. Если все-таки ребята будут подходить по стиль, по уровень и самоотдачу, то, которое требуется главным тренером и нам, зрителям, мне, как президенту, то уже сегодня проговариваются вопросы либо о выкупе этого подболиста, либо о предложении профессиональной деятельности, либо в институте. То, что при положительном исходе первенства, естественно, будет ущелье. И мы сегодня не ставим себе задачу сделать заявку 35 человек, которая абсолютно не нужна. Есть позиции, есть необходимое количество футболистов, которые скрывают ту или институту. Сегодня есть маленький пробел, который мы в ближайшее время, я думаю, скорее всего, не я, Владимир Васильевич, подберет футболистов, защитников. А дальше, естественно, между сезоном, между кругами. Все прекрасно понимают о том, что селекционная работа, которая сегодня ведется, и особенно с нуля, она на все сто процентов не может решиться. Потому что я еще вначале говорил о том, что футболист тоже должен подобрать свою команду. Поэтому, дай Бог, чтобы все попали в нашу команду, из тех, кто сегодня с нами работает, чтобы между кругами мы минимум какой-то еще добавили. Поэтому вот примерно. Владимир Васильевич, а что вы узнаете из видео передуда? Я просто еще хотел догонку спросить, чтобы вы закончили. О реалиях второго дивизиона российского футбола. Насколько вы в теме уже в этом? Я был в продолжении первого, то, что вы задали, набор футболистов фамилий, еще ни о чем не говорили. Абсолютно. Как вы назвали, это там был, это там был. В том-то и делом, что они были там, и там был совершенно другой футбол. То, что, если вы понимаете мою мысль, я в совершенно другой философии. Смотря, допустим, матчи ФНЛ в большей степени и меньше знаю вторую лигу, я вижу, как играет команда. То есть длинная передача, подборы, борьба и так далее. Я в совершенно других позициях хочу подойти, не похоже. Найдите на все. Это диктация, это контроль мяча, это постоянная инициатива. Это мое пожитие, я этим 10 лет занимался во всех командах последней своей работой. И здесь сложно сказать, да, мне очень хочется верить, и мы по принципу того, как человек ориентируется именно в игровом начале, подбирали игроков. Но не факт, что это может пойти сразу, почему я говорю. И не факт, что каждый из них подойдет в конечном. Мы все надеемся, и контракты там у 50% игроков, они заключены на два года. Именно на то, что за этот срок, в общем-то, мы станем командой достаточно сбалансированной и сможем применить их уже во второй лиге, не занимаясь... Первой. Да, первой. Такой масштабной ротацией, а занимаясь точечным усилением. Это в наших мечтах. Как оно будет дальше, это сложно покажет жизнь. Поэтому, насколько быстро, да, вот эти все отдельные люди, что вы говорите, они высокого уровня, именно эту тему схватят, о которой я говорю, значит, вот это, в общем-то, будет зависеть и на качество нашей игры команды, и тех людей, которые в дальнейшем судьба, которые, значит, будут ли дальше, или будем что-то искать. Жизнь футбольной команды, это постоянный поиск, а не стагнация на каких-то конях, когда ты козырях, играешь сегодня, а завтра нет. То есть, это постоянный поиск, это университализация игроков, это умение сыграть на разных позициях, то есть, все-все-все постепенно будет подводиться к этому. Сейчас у нас Потеев, короткий срок на тех сборах, он поиграл на центральном, поиграл на левого защитника, и на своем месте, и на другом фланге. Что это дает, кажется, что тренинг? Сумасшедший? Да нет. Хочу просто, чтобы человек понял, оказавшись в каком-то временном эпизоде, в течение матча на позиции, он понимал, что здесь нужно сделать. То же самое со львом сейчас происходит. Парень есть с определенной задаткой, но еще недостаточно, может, ориентация. То же самое, смена позиций, умение сыграть в том или ином эпизоде, именно в том месте, где он находится. И это будет основа сегодня универсализации, я не говорю о том, что каждый бегает там, где он хочет, а именно в рамках игровой дисциплины, где функции игроков определяет тренер, а не выполнены. А на каком году, извините, еще последний, на каком году вашей работы в Октабе клуб стали называть казахстанской Барселоной? Через сколько лет? Внутри давно говорили, а два года назад мы играли в фенгерским клубом в рамках Кубка Европы, и там тренер собирал информацию, ему звонили агенты, говорю, ну, представьте себе Барселону, вот это казахстанство, примерно тут года два назад. Хотя этот стиль не менялся на протяжении, да, трудно было, шестой год, когда команда практически не осталась, и очень большая группа игроков, но там мне было легче, нежели сейчас. Конечно, меньше владею вопросов второй лиги, лучших игроков, да они разобраны. Там у меня было все на виду, и Россия была открыта, то есть открыта в каком плане, то есть здесь люди уже отыграли, свои 30-летние, да, и они мне помогали, и Косолапов, и Лаврик, они становились там лучшими игроками, и за ними тащили все, вот. И мне проще было эту команду создавать на базе ядра. Сегодня, может быть, этого ядра нет, но мы попытаемся, то есть генеральный штаб, который направляет игру всей команды, без этого очень сложно что-то сделать. Ну, я надеюсь, что те люди, как вы говорите, с опытом, быстро схватят вот то, что мы пропагандируем. Владимир Васильевич, тот принцип игры, который вы продекларировали, подразумевает собой хорошую функциональную базу. Команду вы функционально не могли подготовить за минувшие там 3-4 недели, да? Как будете решать вопрос за счет игры? Готовы ли к этому? Знаете ли секреты? Ну, секреты, во-первых, это смотрели, даже обзоры высшей лиги, то там проблемы очень большие. Тренеры впервые столкнулись с таким коротким перерывом. Второй год у нас уже. Да, очень короткий, и у многих игроков брали, они тоже там чуть не с листа играют. Конечно, это очень трудный вопрос, и готового рецепта нет, мы идем в комплексы, то есть, образно говоря, определенными дозами то-то, то-то, то-то вставляем. То есть, в течение одного занятия комплексы проводятся, и, значит, какой-то период времени на функциональную, в общем-то, но в большей степени занимаемся тактикой, и надежда на то, то, что во время, начавшие турниры, то есть, люди будут добавлять от игры к игре. А проблемы есть, вы правы, я сегодня не могу попробовать или там высокий прессинг, где надо, в общем-то, моментально переключаться после потери мяча. Все это понимают, но требует кусковых вариантов, буду. То есть, это может быть не цельная картина, а хотя бы 10-ти минутки, 15-ти минутки, такой очень активной игры, все будет происходить, и постепенно будем расширять это все. Вы правы, да? Сегодня и функциональная команда не готова, как она должна быть, без базы, без всего. Потом будем комплексно решать эти задачи. Леонид Васильевич, я знаю, много футболистов на форумах обсуждается, смущает такое малое количество номинальных защит в заявке. С чем это связано? Тяжело найти футболистов, поэтому у вас особые требования футболиста, возникает универсализация, как вы говорите. Ну, и то, и другое. Понимаете, первое, первое, на самом деле, очень сложно найти. Я не открываю секреты, вы все у вас на глазах происходили. Вы видели и первую, и вторую лигу. В общем-то, задача защитников была разрушить и отгрузить подальше от ворот. Вы понимаете? Я совершенно другого. То есть, они должны обязательно, играя в обороне, обладать первым пасом. Они обязаны поддержать атаку. Есть, естественно, в этом проблеме. Таких игроков на перечет. Поэтому не случайно Татарчука, который, в общем-то, в основном является фланговым полузащитником, он его оттянул сюда в оборону. У него есть качество. Цепкость, быстрота и так далее. И надеюсь, что это у нас безболезненно пройдет. Второго варианта пока не нашли. Есть и проблемы по центральным защитникам. Они тоже самые. Достаточно образованные ребята. Может быть, несколько не обладают высокой скоростью, но, значит, какое-то начало первого паса есть. Но, тем не менее, что произошло в первой игре при давлении соперника, они просто галтел в пятерок там бегали, накрывали. И вот этот старый стереотип бывшей команды, что подальше от своих поворот, сработал. И когда я посмотрел, немного стало понятно, что пока еще ничего не устоялось. И лидеры сегодня на себя не могут. Там была очень, так сказать, большая тактическая ошибка, вследствие чего у нас вообще не получилась игра. Ушли два центральных полузащитника выше Контипинка, и мы остались без центра управления. Значит, это мы все разобрали. И вот в этой ситуации необходима рука опытных игроков. Тренер со скамейки пытался, я не хватило голоса. Опытный должен моментально среагировать на эту ситуацию неправильно, подсказать, и наладить игру. Я к тому, что вот эти стереотипы вроде будет казаться потом все, вроде нормально, все, команда заиграла, все равно, возможно, какие-то просадки не провалы, надеюсь, а просадки, значит, возврат к тому, что было в прошлых командах. Тяжело туда. Я стараюсь, чтобы этого не происходило. Есть, конечно, форс-мажорные вещи, когда защитник обеда наносит покенбар, был бил по 20-му ряду, когда был труд, но эти должны быть моменты исключения, а не повседневности. это не должно быть постоянно. да, я вам отвечаю на вопрос, есть проблемы, да, и, кстати, про универсозидательство сказал, что Тетерченко опустили, то есть он у нас пособлен на это. Еще одного фланга мы сейчас подыскиваем, есть у нас на примете для игроки. Это проблема, это проблема. В общем-то, как и вообще созидательного, игрового начала футболиста это проблема. У нас вообще если взять клубы, не премьерный, не первой, не сборный, но защитников нет. Игнашевич Березуськ уже сколько лет защит в борт? На самом деле вообще сложно. И это все сваливается на силу. Так же, как и хорошие партнеры. Может, ЦС Кощенникова не обаптит? Ну, пока во вторую ли я не пойду. В первую ли его мы рассмотрим. Потому что защитники будут еще и Илай Васильевич рассматривает сейчас несколько кандидатур для того, чтобы пополнить ряды и, может быть, как-то те, кто занимался сегодня защитой, они начнут заниматься с этим временем. Ну, предполагаем такие моменты. Я бы был бы более уверен вам сказал уже конкретно по фамилиям. Будь на самом деле подготовительный период, три месяца, все, можно успеть по большому счету. И так попробовать, и так, и разные сочетания игрока на разных позициях посмотреть сегодня. Мы лишены и остается только в общем-то в процессе теоретических занятий и практики тренировок пытаться сбалансировать все. Валерий Васильевич, юноши у нас неплохо выступают регулярно военных и турниров, в парке, в том числе Бугучарские ребята. Будете обращать внимание пристально на новодежку? А то, в последнее время все время варягов приглашаем, они приходят, разбегаются, кто платит и по шуму счет миловатно. Это первый вопрос. А второе, все-таки если политические предположить, что мы будем в Ваши действия? Ну, я пока такое просто не предполагаю. Не хочу думать об этом всем футболистам и своему штабу скал, чтобы никаких сомнений не было в этом. Ну, а что будет дальше, это уже будет. Придет момент, будем решать. Не хочется думать об этом. Зачем? Зачем? Изначально, если главный тренер не верит, сомневается, как будет твоя подопечная. Должен быть уверен. Да, но все просто. Все достаточно постоянно цифровый работаем. У нас по времени не запас, а обратный отчет все время идет. Поэтому это, конечно, серьезная ситуация, но без уверенности здесь вообще ничего делать. Только вера в свои силы, в то, что все сделаем, может эти задачи решать. А насчет молодых, Я за свою карьеру в Казахстане 4-5 человека все-таки давил до очень серьезного уровня, до сборных. Причем таких ребят, которых вообще не обращали внимания. И вот они у меня начинали. Кто начал от левого полузащитника, тот до сборных выходил с центральным защитником основным. Поиграл в опорной зоне и все. Кинвесарий такой, из Киргиз. Очень сильный. Бану добавить по поводу наших воронежских. Обязательно нужно смотреть? Обязательно. Та позиция, о которой сказал Владимир Васильевич, она действительно есть. Есть желание пополнить людей футболистов в нашем воронеже. Но к сожалению у некоторых наших родных воронежских футболистов менталитет таков, что больше движет сила, денег и все остальное. Причем не всегда обоснованно, мягко говоря. Такие случаи уже были, но тем не менее, еще раз говорю, сегодня мы просмотрили наш воронежский футболист. Мы просматривали Баучева, Слисер, еще крест не поставили. Думаю, что может быть таким образом дальше эти процессы будут идти. Поэтому то, что касается воронежского футбола, я думаю, в пределах разумного подхода обоих сторон воронежского футбола. Почему нет? Наоборот. И скрыли какого-то сегодня вернулся. Уговорили на Гриднево. Гриднево. Ну, я привел пример по поводу того, что некоторые имеют ментаритет такой, который, собственно, неприемлем. потому, что ставится именно в главу угла, а потом уже может быть опомнен. Поэтому есть такие варианты. А все желающие, которые подходят по стилю работы сегодняшнего главного тренера, они все и вот мы же из старого состава Лев, Потеев, Терновский и, собственно, Ряд. Потеев уже уходит и на замену и так. Терновский, к сожалению, после травмы, тем не менее, все равно он уже сейчас тренируется и он не сбрасывается со счетов как третий ротай, например. Поэтому воронежских футболистов очень много, таланта очень много и закрывать глаза на таланты мы не собираемся. Ларина Васильевича. Я сейчас просто хотел вообще засчитывать воронежских игроков. Ну, как защитить, то есть меркантильность это не только свойство на воронежском, это есть и из других регионов. Да, есть люди, которые привилегативы ставят, в общем-то, деньги, в основном, еще играть не начал в деньги. Моя позиция другая. Я считаю, что человек должен не получать деньги, а зарабатывать. Это было на протяжении всей карьеры. То есть сначала мне хочется, чтобы человек отдавал больше, да, и по своему росту добавлялся контракт. Они идут от обратного. Не удается пока полностью победить эту ситуацию, потому что мы как бы находимся в плену определенной ситуации и иногда, когда нам завышает и уже, можно сказать, так открывает чуть-чуть завесу, да, чтобы тайн не было. Конечно, мы чуть-чуть где-то не в массовом порядке, а немножко завысили изначально с кем-то из игроков. Не столь значительно, но мне, например, было не очень приятно, когда человек начинает с денег. Я вот предполагаю другой. Ты пришел в команду решать задачу, ну, поставь цель такая, чтобы она не выделялась за рамки. И работай с ней, увеличивай контракт. Это моя позиция. Слава Иванович, одна из главных проблем факела в предыдущий сезон была та, в которой, в принципе, вы сталкивались и будучи игроком здесь в 88-м году, что для многих команд поединок с факелом это является чуть ли не главным поединок сезона. То есть и дома, и в гостях. И прессинговать не только подволе будет нестись очумело, а все будут нестись, это не секрет уже. Вы решали эту проблему будучи игроком, тренером тоже, я думаю, в Казахстане сталкивались с этим. Как факели будет решать специфика 2-го дивизиона в зоне центра? Знакомы вам? Как футболисты к этому готовы? Вы сможете до них донести? Донести несложно, они это понимают. Бороться можно только одним способом, это слаженной, отлаженной коллективной игрой. Конечно, на факелсе настраиваются с двойной энергией, но, в общем-то, сегодня спорт такой, что все команды, я, например, не видел таких матчей, которые, в общем-то, люди выходят и завершенно хотят проиграть, тем более, после начатого против файта. Цель одна, я сталкивался с этим неоднократно, и все то, что играло в Казахстане, это 9-1. Из 9 человек завал, и на одной половине мы соотношение владения мячом было все время в 70-30, и самое минимальное. Все остальное только выше. Но, из-за того, чтобы была игра отлажена, то есть, хотя, это, значит, тактика вскрытия достаточно сложная, но мы справлялись с этим, но и в то же время на определенных этапах, где, когда кого-то звена не хватало, там, забивающего, нападающего, и откатываясь, там, третье место после чемпионства, третье место, то есть, трудности всегда есть, надо просто пытаться их преодолевать, и преодолевать только можно одним, улучшая взаимодействие. Есть масса способов вскрытия массированной обороны, но для этого нужно, в общем-то, чтобы были синхронные действия групп игроков, а не чисто индивидуальные действия. Как правило, при сегодняшней компактности индивидуальные действия, они, да, не штрафной, могут принести пользу, если это все происходит далеко, значит, никакой, то есть, компактность, перестраховка соперника достаточно высока, и здесь только сложные действия. Будем мы над этим работать, я понимаю. Васильевич, а вот не является ли привлечением, который с массированной обороны, не все готовятся, а с фалькелом от обороны играли лечительное число команд, сейчас колоба, пенза приедет, там держание мяча будет совершенно другое, вы увидите, вот мы все готовимся, что будут все отбиваться, а с фалькелом не отбиваются. Подоле показало, что они начали прессинговать, поэтому я отвечал на массированную оборону, а на то, что из-под прессинга это то же самое, в общем-то, каждый маневр игрока, они должны знать, если ты, значит, забиваешь зону, тебя прикрыл игрок, если, тактически, маневры уведения и прихода другого, здесь нужно, в общем-то, очень синхронные действия, которых, естественно, сегодня не хватает, но будем выискивать слабыми встал соперника, где у них есть какие-то моменты, на чем мы можем сыграть, поэтому, конечно, все матчи будут достаточно. Тогда если можно, о соперниках, какая у вас информация, кто нашим главным конкурентом будет? Ну, я думаю, что все говорят, это Саратов, Спартак 2, ну, Пенза в какой-то степени. А у него нет? А? А у него нет? По моим сведениям, что таких задач они не ставят, мы же сами сказали, что против нас все будут играть из Кровенева. Поэтому, будем готовиться не к тому, что кто-то, кто-то, допустим, претендует вместе с нами на выход, а к каждому сопернику, в этом секрет. Надо очень серьезно уважать каждого, подходить к каждой конкретной мере. Евгений Михайлович, вопрос. История с Рыжковым, это иллюстрация, вы положите, словом, механилистей, футболистами. Пусть еще раз. История с Рыжковым, это иллюстрация, по вашему слову, механилистей, футболистами, другая. Вроде как, в ПНР. С Рыжковым совершенно другая ситуация была, поэтому, дело в том, что с Рыжковым на контракт был подписан, если вы помните, и Миша Зубин, между другами, первый контракт, который был подписан, это с Рыжковым. Функционально он не был готов, он в тот период, и по словам парень ведущего главного тренера, они пытались в нескольких местах его использовать, а с учетом того, что игровой практики не было у него, достаточно давно, там тоже был период такой небольшой. Хотя, в принципе, три сбора полноценно провели, но, помните, ведущие футболисты тогда ушли, и, как бы, надеяться на то, что заиграет Хардан. Ведь, если посмотрите все игры, которые Рыжков сыграл, я специально наблюдал по телевидению, когда Сибирь показывал, как он играл. И первые игры мне впечатляют. Может быть, сегодня, где-то я прочитал, что вот, Рыжков, там, вот как мы его потеряли, это такая звезда сегодня. Но на фоне того, что сегодня функционально, не премьер-лига, не первая лига, не вторая лига не готова. Слишком маленький. Может быть, тут и произошло так. Но, если он заиграл, дай бог. Я всегда радуюсь за то, чтобы футболист, который выходит на поле, играл, принесил путь. Поэтому, по поводу меркантильности, Рыжкову здесь не подходит. Парышков выражал желание, если в ФНЛ, в Эдифаке был попутный команд, возможно. Такой вариант рассматривался? Да, рассматривался. Дело в том, что сейчас их вообще никого не отпускают. У нас сейчас предстоящий чемпионат же будет горно. И никого из игроков не отдают, а перспективы, да, мы рассматривали. У меня вопрос по вертикали клуба. Не является ли и руководство, и тренер, заложником того, что каждый год нужно выдавать результат. И в итоге, одним словом, как от детских школ развитие идет? У нас сейчас постоянно верхушка и возразные игроки. Как идет эта вертикаль? Есть какая-то связь? Может быть, не будем сказать? Наверное, я скажу. На самом деле, задача стоит и у поставленного губернатора. Очень хороший вопрос здесь был. О том, чтобы выпускники наших детских и юношек спортивных школ в конечном итоге оказались в вершине этой вертикали в нашем клубе. Валерий Васильевич, мне очень нравится позиция. Он очень хорошо будет говорить о том, что их надо сначала подготовить для должного уровня этих выпускников в детской спортивной школе. Чтобы они нужны были в основном клубе. Валерий Васильевич не может прийти и взять парня, который подойдет для Подольска или для ЦСКА или для Барселоны. Но есть видение свое. Он сегодня строит игровую политику с учетом того, как подготовить ребята. здесь надо сказать знаете о чем? О том, что мне очень приятно, что руководство клуба сегодня тех детских и юношек тренеров, которые работают в футболе, привлекло к себе ставить перед ним некие задачи и сегодня главный тренер не должен переделать игроков, особенно в каких-то технических моментах. Он должен сегодня давать задания или предлагать работать детских и юношек тренеров, чтобы они уже готовили изначально по ту концепцию, которую он выстраивал. Тогда эта вертикаль будет простреживая, тогда эта вертикаль будет рабочая, она будет живая и эффективная. Евгений Михайлович, говорит о том, что воронских игроков мы хотим привлекать и на самом деле не только в футболе, это не только в футболе, это задача стоит во всех игроках фидов спорта, которые у нас сегодня вызываются в территории нашей Воронежской области. Но в футболе особенный в частности. Ну, я могу немножко добавить с учетом заданного вопроса. Вопрос действительно очень серьезный и действительно он требует сегодня решения. А почему? Ведь вертикаль, она же создается не однодневно, правильно? И самое главное, чтобы власть сегодняшнее, вчерашнее, будущее поддерживала все те идеи, которые сегодня заложены. Я могу сказать, что Надеюсь, Алексей Васильевич, приверженность именно того, о чем вы говорите. И сегодня действительно происходит определенная какая-то взаимосвязь и какая-то пирамида начинает выстраиваться. Я сказал Владимир Владимирович о том, что мы в своей СМИ закладываем в том числе деньги на развитие детского и юношеского футбола в Воронеже. И сегодня в новой СМИ мы добавили еще дополнительно денег для того, чтобы создавать это материально-техническую базу, создавать условия для тренеров. Ведь если брать чисто бюджетное финансирование, то оно, к сожалению, недостаточно для того, чтобы воспитывать и делать те результаты, которые мы хотим. Ну, доводить. Доводить, да. То, что сегодня с клубом происходит, вот вы говорите там, разбирайте. Но пока клуб будет во второй лиге, пока не будет какой-то той сильной команды, которая была ранее, куда они стремиться? Конечно, они стремятся в Спартак, конечно, стремятся в Локомотив, в Анджи сейчас, в Зенит. Но постепенно переходя какие-то клубы другие. Я надеюсь, что сегодняшний сезон будет и для них тем толстом, который, собственно говоря, заставит их задуматься о том, что факель тоже начинает возрождаться, и факель играть в престиж. Владимир Викторович. Владимир Викторович, мы об этой проблеме говорим уже давно, касаясь, продолжая эту тему. Здесь возникает вопрос такой, что от властных структур действительно у нас уже местные болельщики, по-моему, я не знаю, мы уже заждались, не просто декларации какой-то, а конкретных действий. Приведу пример. РФС у нас принимает решение, что сейчас на поле должен обязательно находиться футболист с 93-го года рождения. Правильно, да? То есть это фактически искусственная мера. Не стоит ли подумать властям Воронежа, чтобы четкие какие-то критерии прописать к тому же футбольному клубу? Я не знаю, чтобы, может быть, на поле не находились, чтобы в составе было как минимум пять воронежских футболистов, чтобы не просто декларировать, а искусственно, может быть, как-то похлестнуть, потому что на самом деле реальных дел все заждались. Вот с одной стороны, вы правильно говорите, с другой стороны, что значит искусственно? Ну давайте, вы же сейчас задаете вопрос, Владимир Викторович, по результатам. Вот мы приходим, навязываемым искусственным, Владимир Викторович, вы должны взять вот этих футболистов, какие-то или не хотите. А потом мы должны от него также спросить, что он с ним может сделать, если они не готовы, кто прийти. Наша задача, то, о чем сказал ЮНКС, сегодня создать систему целенаправленную, полномерную, которая бы была понятна, она не в течение одного года строится, что детские тренеры должны сегодня готовить, в первую очередь, технически, функционально, да, для ребят, которые вышли, и вот их захотелось бы взять клуб. Эта система работает в других странах, эта система у нас не работает, к сожалению, вообще в целом. Лето у нас не работает. Какого года? А система тренировок? Что? Система тренировок тренеров работает, в том числе, это система тренировок тренеров, и есть в клубе, как у нас, то есть в команде, и которые не на последний раз. Евгений Михайлович об этом говорит, что сегодня клуб стенирует работу тренеров, в финансах. Он приглашает тренера детских юношей спортивной школы и говорит, ребята, вы будете делать такой-то результат, вот вам премию. То есть это физициональная работа. При том прессинге со стороны вас, со стороны болельщиков, то все очень хотим, чтобы Фаркен был, как минимум, премьер в лиге. За результат, согласитесь, тоже спрашивают, 95-го года все тренеры говорят, что искусственно одна позиция у нас ослабляется, но тем не менее это правило есть, оно работает. Я могу сказать, что Владимир Васильевич как раз его это не пугает, и наоборот, он пытается сейчас на каждой позиции, иметь такого футболиста. еще раз повторяю, у нас Дерновский, у нас Нихоев, 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 и, Аня тоже вышел, да, Картаквиц, он не выставил, не выставил. Тоже, тоже. Евгений Михайлович, я понимаю, вы все говорите уже об итогах, а меня больше интересует сама система, вот какие реальные речевые системы, то есть, может быть, тренер передавший факел футболистов, мы о нем должны написать, хвалиться. Я вас еще раз говорю, сегодня под программой Дети Футбола, которая есть, ее задача как раз, наши молодежи, мальчишки, это уровень, чтобы факелы хотел забрать. Факел со своей стороны, как клуб, сегодня, осуществляет примирование, софинансирование, именно этих детских спортивных школ с постановкой задач, чтобы в последующем детская спортивная школа растила уже тех футболистов, которые нужны именно клубу. И такая же система работает, она декларируется. Тренеры получали премию, получали заплату, конкретную клуба. Мы дополнительно в смеху включили расходы, дополнительно в прошлом году, они были в прошлом году, в этом году дополнительно включили на развитие детских спортивных футбола, и мы их финансируем, и, собственно говоря, мы встречаемся с осознанными, со всеми теми, кто... И вообще приятно, что Владимир Васильевич когда уже начинает говорить, мне вот надо вот это, работать над этим, готовьте их так-то, чтобы они попали уже конкретно в пирамиду, в вертикале. Я сейчас буду встречаться с тренером дублей, и попытаюсь с детскими тренером. Вопрос в чем? В 97-м году, когда Круев возглавил, в Барселону, именно ему принадлежит философия диктата. То есть это он от вертикали выстроил с самых низов, где есть квалифицированные тренеры, где есть конкретная цель, подготовка игрока, а другой не может быть в детских командах, не нужен результат, первое место, второе, там, образно говоря, преувеличивать, с судьями работать, чтобы свое имя именно вместе засветить. задача тренеров групп подготовки вырастить хотя бы одного игрока выше, выше, выше. Значит, в общем-то, в моем понятии, они, если тренерской чехарды большой не будет, то есть они должны выбрать направление, то есть направление, в котором работает главная команда. тогда, уже, подходя, допустим, команде мастеров, главный тренер, который углавляет основную команду, не будет учить останавливать грудью, или щеку, или голову поднимать в момент, когда мяч идет, он смотрит только на него, не видя расположения партнеров, понимает, в чем дело. Задача их подготовить технически, и дать кону, значит, что происходит в тактике, в современном футболе, и, в частности, в главной команде, да, которая город представляет. Физика, 16-17 лет она там ставится, основной техника и тактика. Тогда уже можно, как вы будете говорить, 5-6 человек, как там, Хари, Вьеста, все, которые потом, в последующем, выиграли все, что можно на планете, и Европу, и мира, и Лигу, это все готовится отсюда. Вот оттуда, с 90-х годов, в 97-96, когда Крой пришел в Барселону, это выстроило, то есть, его философия была понята президентом, руководством, и донесена до детских тренеров, и они шли, значит, да, это было в протяжении, вот, ну, сколько. Владимир Васильевич, одно пожелание, вы до нашего руководства это донеситесь, я думаю, что, по большому счету, все понимают, все понимают, просто у нас задача ассоциирована, поэтому хочется нам сегодня собрать, пройти начальный этап, да, как бы он тяжелым не был, будьте в ФНЛ, это, на самом деле, команда сегодня выступает определенным локомотивом, прорывом, прорывом, для того, чтобы потом всколыхнуть вот это все, детский футбол, ажиотаж очередной вызвать, тогда все, в общем-то, проще. Конечно, если не получится, да, но команда, я тоже не мой вопрос, команда играет, а каким-то там, бывают какие-то моменты по жизни, там, что-то не срослось, но, тренер увольняет и так далее, но вообще, я просто говорю о том, как вообще в движении жить команда, она должна вот, в комплексе. Владимир Васильевич, по поводу футбольного гума в Воронеже, все, кто в малом возрасте, все, кто умеют бегать и прыгать, все играют в футбол, здесь, я думаю, что не задействованных во всех школах у нас занимались. А придут еще больше, на моей памяти было несколько, да, таких, которые не уважали. Слежу, правда, у мальчика я его как-то не видел. у нас в Воронеже есть, так и ощущение, что он вышел из двора, да? Да, из джунгеля, как Маугли, в нем что-то неординарное есть, очень высокая скорость, быстрые ноги, дриблинг, вот, ну, как бы вот, совершенно не обученный из другого мира, вот его взяли, со двора привели, не знаю, вот, в принципе, очень много положительных качеств, как это сформируется, есть ли самое главное у него восприятие к обучаемости, если этого нет, кто? Нет восприятия к обучаемости, не будет футболиста, это однозначно, вот, сейчас, мы желаем распознать этот момент, фамилию называть, он у нас с нами тренируется сейчас. А в Казахстане вот эта система работала? Да нет, конечно, там, там, там еще, еще проще, пол-три месяца-два, я не знаю, но кто-то кому-то умудрился, кто-нибудь 10 лет в течение Казахстана из России, нет такого примера, просто, мне в своей жизни везло на людей, которые первые лица, первый человек любит, футбол, значит все, он поверил, школы там, были школы, но они только официально, чтобы в штате, так сказать, команда их обеспечила, два года назад, нет, народу много ходит, но никакой системности нет, тренер, тренер, два месяца поработал, его сняли, не понравилось, тренер, конечно, в своем языке уже крутилось, тоже все тренируется, давай чуть-чуть подождем, еще недельку, а все-таки, если конкретно, он готовил, довольно факел, одесский тренер, сколько ему полагается? и не могу ответить на этот вопрос, я убежден в одном, если, значит, тренер дал игрокам, он обязан за это получить, вознаграждение, в этом сомнений никаких нет, потому что это процесс очень сложный, очень трудоемкий, вообще это дело, только с детьми связано, надо очень любить, очень любить. И к Евгению Михайловичу вопрос, Щеголев остается в структуре клубы или? В структуре, да. А на какую позицию здесь? Ну вот сейчас мы с Лавием Васильевичем думали, как здесь примените его, отчасти того, чтобы, я могу вернуться к этим вопросам, и я знал, что этот вопрос будет, но в любом случае, наверное, какой-то не очень положительный опыт, да, прошел, но давайте вспомним наших тренеров, кто у нас из младых есть, то, не дай Бог, где-то как-то что-то случись, то опять мы, я считаю, что Лавием Васильевич, с учетом того, что вот так случилось, и мы его пригласили, и если мы будем позитивно идти вперед-вперед-вперед, он на 10 лет и 2 уже сейчас работает. Таких тренеров, я считаю, что их достаточно мало, ведь смотрите, а взять премьер-лиги, сколько главным тренеров у нас, премьер-лиги, да и во второй, первый, работает максимально в главном тренере. Сколько лет? Ну, если брать автоматику, с ножом по тренеру, вот, ты еще... Да, поэтому, поэтому здесь, здесь, я говорю, у нас еще с Владимиром Васильевичем много вопросов нерешенных, и мы пока не можем с ним как-то вот сесть, нормально посидеть, но говорить о дальнейших наших действиях, о дальнейшей структурной какой-то, перестройке и так далее, и так далее. Поэтому посмотрим, и мне очень хочется, чтобы, учитывая тот опыт, который есть у Владимира Васильевича, мы воспитали, ну, может быть, ничего, может быть, какого-то другого, какого-то другого, да? Который бы был Воронежем, который стремился бы создавать тот коллектив, который боевизый, и ему не надо было бы выезжать там в Анжи или куда-то еще, потому что он здесь наше место, и его устраивает все. Потому что вот с Крыльником он беседовал сам, человек очень давно хотел вернуться в город, и вот ситуация сейчас, она свершилась, и он рад, и не рада тому, что, собственно говоря, человек. И он готов. Вот, если выйдем в ФНЛ, как он говорил, у него будет еще один ребенок. То есть, в принципе, как бы вот, человек оседает. И я думаю, что многие стабилисты хотели бы здесь и осесть, и продолжать свою профессиональную гипню. Евгений Михайлович, этот вопрос мы с вами обсуждали весьма, вы достаточно на него так критически отреагировали, я сейчас его повторяю в присутствии главного тренера, насколько у главного тренера Муханова велик кредит вашего доверия. Потому что весной вы мне сказали, что кредит доверия у главного тренера очень большой, тем не менее, через три месяца он прекратил свою деятельность. У нас самый главный старший за последние десять лет два года отработал. Нет, давайте так. Во-первых, кредит доверия был до конца сезона, и на самом деле, к сожалению, к сожалению, произошло то, что произошло сегодня. За это время. Но какой-то такой вот комплексной игры, к сожалению, мы не увидели. Нет, то, что было, все понятно. Вот больше интересует Владимира Васильевича. Хотя бы два года. Я могу повторить те же слова, что кредит доверия для Владимира Васильевича полный. И я не сторонник того, что вот... Ага, с Ураль и с Подолием ничего. Ты смотри, Владимир Васильевич. Провалы будут по-любому. Провалы будут по-любому. Тем более, мы сегодня имеем очень короткий промежуток времени для создания его команды. И я могу сказать, что из тех отрывков, которые я смотрел в интернет у футбола с Подоли, даже при том, что и Диченко там волновался, и то, что говорили, мы все равно должны были униживать там на 5-2, наверное, ну где-то так. Но, к сожалению, этого не случилось. Ну, картинка-то уже как-то проследуется. И я смотрю, читаю, как относится болельщик к этому. Болельщик-то сильно возникнет. Как вот тогда было. Вот, все. Ничего нету там. Это все. А болельщик-то все равно понимает, что изменение происходит именно в игре. И уже, ну да бог, не стыдно смотреть на эту игру. И я надеюсь, что с каждой игрой, с каждой игрой, те технико-этактические задания, которые ставят перед футболистами главные тренеры, они будут все плотнее и плотнее, дружнее и дружнее осуществляться на поле. Я прожил три дня в Раменском. Я видел все подготовительные работы, которые проходили. Я видел, как Владимир Васильевич к этому делу относится вместе со штабным тем, который там был, с теми футболистами. Я могу сказать, что из тех футболистов, которые просматривались, по-моему, шесть или семь ушли в футболе. Но, к сожалению, не подошли под ту задачу, под то видение футбола, которое пропагандирует Владимир Васильевич. То есть, собственно говоря, здесь я уверен, что мы увидим футбол более высшего и лучшего качества, чем он был за последние несколько лет. Я не беру даже вот этот сиденье. Нет, посыл какой, что если Владимир Васильевич Муханов проработает хотя бы от факеля, он однозначно будет прогрессировать. Есть вопрос в том, что дай Бог, в общем, это работает. Я во всяком случае присутствовал, главного тренера. Могу сказать, что у меня, если человек работает, и где-то что-то вдруг не получилось. Но явный прогресс, явные все эти дела. Но почему убивать то ту курицу, которая несет золотые инички? Я думаю, что... В моменте может показаться, что инички-то не золотые. Ну, понимаешь как, ты все правильно говоришь, но... мы к чему сегодня идем? К тому, чтобы создать крепкую, хорошую команду и вернуть болельщика на стадион. Вот это будет самый большой показатель. Если болельщик вернется, и я помню, как болельщик говорил, не нужна нам такая победа, которая была в той же Калуге, там еще где-то, еще где-то. Дайте нам зрелище. Вот я думаю, что комплекс вот этих вот моментов, о которых я говорю, и самый главный момент, это болельщик, он позволит нам вместе работать еще долго-долго. Дай Бог нам здоровья. Можем пока не ушли от этой темы, я бы тогда об английской среде, но именно о фанатском секторе. Как вы знаете, часто были проблемы, но я видел несколько раз, мне показалось, что именно фанатский сектор заводил команду, когда она проигрывала, и то есть не умолкала. Я знаю, что фанатский сектор воронежский это выдающееся явление в пределах России, о нем говорят даже клубы. Я могу сказать, извините, я могу сказать, что наш болельщик, в целом воронежский, он намного отличается от всех болельщиков, страны. Нет, я имею в виду, что иногда бывали проблемы. А проблемы какие? Ну, допустим, с милицией, постоянно к ним относятся. Он в безопасности сидит, я думаю, что поправит эту ситуацию, если она будет... Значит, я вам сразу хочу сказать, что сегодня есть федеральное законодательство, уже утвержденное, которое предусматривает замену полицейских, на стюршек, которые должны работать внутри чаши стадиона. Все, что снаружи, это задача МВД. Все, что внутри, это стюр. А вот, чтобы подготовить их из нормальных, воспитанных, адекватных людей, это большая работа не только клуба, но еще и самих болельщиков, и общественности, и пресса в том числе. Владимир Васильевич, вопрос. Давайте, последний вопрос. Значит, философия игры, такое все-таки, вы идеалом видите Барселону, а Бавария-то она проиграла в последний раз без шансов. Можно ли какой-то симбиоз с Барселоном и Баварией? Нет, но точные копии, конечно, на протяжении многих лет, и это было бы странно, если люди не ориентировались на них. Они играли лучше всех в мире. Значит, и сегодня тот же Реал, они показывали, как обыграть Барселону. То есть, нет ничего постоянного. Значит, на каждое оружие есть противоядие, и это движение идет. Вопрос не стоит в копии. Конечно, со своими какими-то отдельными моментами это все будет отличаться, смешно делать копию. Стремление, это понимаете, в чем дело? Я к чему веду? Из-за того, что мне это очень хочется. А из-за того, что мировые стандарты зрителей, зрители, они тащат к этой плавке. Им интересно этот футбол смотреть. Бавария, она что сильно отличается от Барселона? То же самое высокий прессинг, то же самое коллективное действие, то же самое попытка контроля мяча. Так или не так? Реал, когда играет Барселону, то тоже кусковые отрезки, они тоже живут в футбол играть? Кто кого? Понимаете? На каждое яд есть противоядие, и так будет двигаться бесконечно. Ушли они, их уже, образно говоря, до 100. А если говорить по конкретному матчу, Бавария и Барселона, я считаю, что Барселона самый неудачный сезон за всю, несмотря на то, что чемпионат, они выиграли из-за того, что Реал раньше сдулся. Они были весь год без тренера. Даже великие игроки не могут управлять сами собой. У каждого свое мнение. А тренер объединяющий звено, а он объединяет всех. Нет всех сильных козырей, на которых они стояли, тот же высокий прессинг, сумасшедшие изменения ритма из легкой перепособки в бешеное движение мяча. Мы это не видели в этом году, правильно? Значит, эта Барселона была гораздо слабее той, которая была в прошлом году. А Бавария пошла по нарастающей. Вот просто такой вот секрет. Я не с того, что взять и скопирую. Но зрителям что нравится? От вратаря туда и беги, или все-таки футбол? Что зрителям нравится? Вам что нравится? Это главное, чтобы комбинаться с высоким функционалом. Я это понимаю. Я даже все понимаю. Но поймите, что это все невозможно. Надо иметь тех же футболистов. Надо ориентироваться на то, что ведь сегодня Туэфа запрозрачнее бюджета. Что это такое? Клубы ГАЗУ будут в будущем самоокупаемыми. За счет чего? Ну и зрители в том числе. С привлечением большого количества права на продажу и так далее. Я уже не беру там остальные все вещи. Поэтому я ориентируюсь не на то, чтобы любой ценой выиграть 1-0, а на стадионе 100 зрителей сидят. А лучше я проиграю в красивейшем матче 3-4, но будет полный стадион. Вот я такого складываю. А потом 5-1 выберешь. Я такого человека складываю. Так что извините, что-то будет пока не получаться. Но надеюсь, что все выбрали и двинем наш вагон в нужное направление. Ну что, кстати, хотелось бы благодарить вас. Единственная просьба. Единственная просьба. Единственная просьба. Поэтому давайте вместе наберемся в чуть-чуть терпение. Я думаю, все у Валерий Васильевича получится. Но с нашей вместе помните. Это первое. Второе. Завтра в 13 часов будет встреча с болельщиками. В 20 каждом матче. Поэтому приглашаем всех турболистов туда. Для того, чтобы провести.